Евгения Якушина. Пантеон оборотней. Серия «Приключения Руднева». Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Вечер в доме графа Каменского проходил в той странной и патетичной атмосфере, которая после сараевского выстрела стала обычной для всякого московского светского мероприятия. Примечание. 28 июня 1914 года в Сараево боснийский серб Гаврила Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда и его марганатическую супругу Софию Хотек, что послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Конец примечания. Желая перещеголять столицу в патриотизме, что уж сложно было сделать после того, как величайшим повелением в одночасье обрусел немецкий отзвук ее славного имени, высший свет первопрестольный ввел среди себя моду на споры о военных кампаниях, анекдоты про Вильгельма II, критику сердечных союзников, а также на русский язык, глинку, севастопольские рассказы и обязательность мундиров да орденов во всяком приличном собрании. Примечание. Немецкий отзвук ее славного имени. 18-31 августа 1914 года Николай II высочайшим повелением переименовал Санкт-Петербург в Петроград. Сердечные союзники. В 1891 году Россия и Франция заключили военный союз под названием «Сердечное согласие». Французский Антон Кордиаль, Антанта, которому в 1907 году официально присоединилась Англия. Конец примечания. Великая война требовала от общества великих настроений, и пусть даже подпитывались они в последние полгода не выдающимися победами, а значимыми ошибками и потерями. Граф Федор Андреевич Каменский был одним из тех, кто в первые же дни войны гордо поднял и теперь самоотверженно нес знамя патриотизма. Он основал добровольческое общество русичи, видевшее своей задачей всячески способствовать скорейшей победе России в первую очередь за счет значительных пожертвований его членов на нужды фронта и военной науки, а также за счет бравурной риторики, рупором которой стал издаваемый обществом журнал «Жизнь за царя». Графиня Анна Романовна Каменская поддержала благородное начинание своего супруга и, в свою очередь, учредила союз русских жен, в который за одну неделю вступило около сотни благородных дам и девиц самых звучных московских фамилий. Русские жены собственноручно вязали душегрейки и рукавицы, резали бинты, собирали посылки на фронт с консервами, конфетами и образками, а также писали доблестным воинам прочувствованные письма. Помимо того, каждая вторая из участниц Женского Союза прошла курсы сестер милосердия при Лефортовском госпитале и каждая третья ходила там же за ранеными. Два раза в месяц в доме Каменских проходили званные вечера, на которые обязательно приглашались либо политики, либо военачальники, имена которых не сходили с газетных страниц или, напротив, были глубоко засекречены, но всем и каждому было доподлинно известно, что его высокопревосходительство господин такой-то первый человек в кабинетах власти, и именно от него зависит, как далее будут развиваться события на Театре военных действий. На этот раз с приглашенной персоной вышла какая-то накладка. Федор Андреевич многозначительно намекал, что почетный гость, да, был срочно вызван к самому, и это снимало всякие вопросы, но все-таки несколько ломало заведенные правила, поэтому хозяевам самим пришлось задавать тон беседам и придумывать для гостей дополнительные развлечения. Особенно усердствовала в этом энергичная Анна Романовна, так что кое-кто из гостей через некоторое время начал аккуратно избегать ее навязчивой активности. В числе таковых был и Дмитрий Николаевич Руднев, представляющий для хозяйки вечера особый интерес, связанный, правда, с идеями не патриотическими, а матримониальными, имеющими прямое отношение к дочери Каменских, очаровательной 19-летней Татьяне Федоровне. Крайне редко посещающий светские приемы Дмитрий Николаевич был одним из перспективнейших московских холостяков. Помимо того, что он носил славное и благородное имя, а также имел весьма солидное состояние, Руднев был известным художником, писавшим в волнительном и модном романтическом стиле английских прерафаэлитов, а вдобавок к этому слыл едва ли не личным сыщиком при самих Романовых, расследующим дела исключительно по высочайшему повелению, за что был отмечен личными благодарностями государя, чином камер Юнкера, а также орденами Анны второй степени, святого Александра Невского и Владимира третьей степени. Дмитрий Николаевич и впрямь занимался расследованиями, но государственные службы не нес, сотрудничая на общественных началах с разными специальными службами, в первую очередь с московской сыскной полицией. Он действительно был отмечен августейшей милостью, но никогда не распространялся за какие именно заслуги. Руднев вообще не любил рассказывать о сыскной стороне своей жизни, обозначая себя в обществе исключительно как художника, и такие таинственности, скромность значительно подогревали слухи о его невероятных заслугах. Впрочем, Руднев давал и другие поводы для сплетен, занимательных преимущественно для дамских салонов. Там частенько с интересом обсуждали, кто из московских красавиц в настоящее время служит художнику-романтику-музой, как долго на этот раз продлится роман, и есть ли у избранницы шанс провести Дмитрия Николаевича вокруг аналоя. До венца дело никак не доходило, потому почтенные мамаши, у которых имелись дочери на выданье, держали ухо востро, а сами барышни украдкой вздыхали, по таинственному господину Рудневу. Дмитрий Николаевич женщинам исключительно нравился. Невзирая на свое избегание светских мероприятий, Руднев обладал изысканными манерами и был крайне обаятельным и приятным кавалером. Он умел тонко пошутить и сделать галантный комплимент, был чрезвычайно эрудированный, прекрасно образован, а кроме того, имел очень привлекательную наружность. Разменяв до половины четвертый десяток, Руднев сохранил юношескую легкость фигуры и движений и, хотя был невысокого роста, выделялся гордой осанкой и благородной статью. А лицо его было на редкость правильным, словно точеным, и в обрамлении светлых, чуть более длинных, чем предписывала мода волос, напоминало рыцарский образ со средневекового портрета. Более же всего дамские сердца волновали глаза Дмитрия Николаевича. Большие, серые, как раухтапаз, они обычно смотрели на мир рассеянно и туманно, но в иные моменты взгляд их делался острым и проницательным, проникающим в самую душу собеседника. Единственный свой внешний изъян — уродливые шрамы от ожога, покрывавшие его правую руку от плеча до кончиков пальцев, Дмитрий Николаевич скрывал под перчаткой, которую носил постоянно и никогда на людях не снимал. Однако эта его черта, по мнению женщин, придавала облику Руднева лишь дополнительный шарм и привлекательность. На прием к Каменским Дмитрий Николаевич явился во фраке. Патриотический пафос ему претил, да и придворный мундир казался уместным лишь на императорском приеме. Единственной его уступкой, возведенному в правило светского этикета «отечество любию» был Владимирский крест на шее, о чем он, правда, тоже скоро пожалел, так как это провоцировало вопросы, обсуждать которые он не имел ни малейшего желания. Лавируя среди гостей, с опаской поглядывая в сторону хозяйки вечера, Руднев нетерпеливо смотрел на часы и с каждой минутой все более проникался намерением уйти. Останавливало его только то, что пришел он сюда ради встречи с другом детства, о которой тот попросил краткой, но убедительной запиской. Товарищ все никак не появлялся. Наконец в зал вошел видный господин лет тридцати пяти и сорока с умным породистым лицом и выпрывкой, выдававший в нем, несмотря на фрак, офицера. Найдя взглядом Руднева, вновь прибывший, дружески махнул и поспешил к Дмитрию Николаевичу через залу, по ходу пожимая руки, знакомым мужчинам и любезничая со всеми дамами поголовно. Это был князь Павел Сергеевич Вяземский, подполковник генштаба, вроде как служивший эпалетным украшением при одной из российских дипломатических миссий в Европе, а на самом деле занимающийся куда как более серьезными делами. Семья Вяземских состояла в родстве с Рудневыми. Будучи ребенком, Павел Сергеевич вместе с родителями частенько гостил в родовом имении Рудневых в Милюкове и крепко дружил с юным Дмитрием Николаевичем. Позже дороги их разошлись. Вяземского отправили в Пажевский корпус, после которого тот несколько лет служил в гвардейском полку, а затем поступил в академию генштаба и блестяще ее окончил. Руднев же остался в Москве, отучился в классической гимназии и получил в Московском университете диплом с отличием по юридической специальности.